Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем готовить глинтвин. Я не просто с вами поделюсь своим рецептом приготовления этого напитка, но также расскажу о некоторых его особенностях. Итак, начнем. Первое, что нам понадобится, это, конечно же, красное вино. Мы можем взять красное вино в магазине, можем взять наши домашние. И касательно наших домашних вин, какое вино подойдет для глинтвейна? Ну, конечно же, хорошее, да? С другой стороны, если с нашими винами что-то пошло не так, бывает, что какая-то слабая ароматика, кажется, что оно немножко водянистое, вы переборщили с сахаром. Вот это все можно пускать на глинтвейн. Также вторичные вина, кто делает, но они все-таки отличаются от тех вин, которые делаются именно из виноградного сока. Об этом поговорим как-нибудь в другой раз, но вот вторичные, но тоже для глинтвейна подойдет. Если вино слишком кислое, вот тут могут быть свои особенности, потому что когда мы напиток нагреваем, кислота становится еще более ощутима. То есть, да, там можно поиграться с различными добавками, во всяком случае, можно попробовать. Итак, значит, нам понадобится красное вино. Об особенностях вина немножко с вами поговорили. Дальше. Лимон или апельсин. Либо и то, и то. И вот смотрите, я, например, очень люблю делать глинтвейн с лимоном. Но вот как раз-таки, если у вас вино кислое, значит, лимон точно не годится. Тогда берем апельсин. Если у вас вино слишком сладкое получилось, вот тогда лимон, это как раз-таки то, что вам поможет его смягчить. И вот эту вот сладость, ну, скажем так, сделать более гармоничной. Также можно добавлять яблоко, но, честно говоря, мне как-то с яблоками очень нравится. Мне очень нравится с лимоном. И специи. Какие специи нам нужны? Вообще, хотя бы две базовых. Это корица и гвоздика. Но если у нас есть какие-то еще специи, бадьян, кардамон, мускатный орех, имбирь, все это можно добавлять. В каком виде? Все эти специи продаются в порошке. Но, честно говоря, мне в порошке не нравится. Во-первых, часто они не такие ароматные раз. Второе, потом на дне все вот это остается. Царапать, ну, и не очень, скажем так, приятно употреблять этот напиток в конце. То есть его как-то тогда надо процеживать. Поэтому я предпочитаю специи в целом виде. Примерная пропорция на бутылку вина. Палочка корицы. Я тут положила две. Чуть позже расскажу, почему. Два гвоздика. Гвоздики у меня три, но они очень маленькие. Вот с гвоздикой это очень ароматная специя. И с ней надо быть поаккуратнее. Мускатного ореха у меня, к сожалению, нет. Есть бадьян, кардамон. Вот примерно два стручка и звездочка. Конечно, специи вообще можно добавлять по вкусу. Кому-то нравится более ароматная. Для кого-то, например, вообще эти специи могут быть слишком яркими. И их можно добавлять меньше. Ну, вот мои пропорции примерно такие. И смотрите, тут есть еще один нюанс. Сейчас все это в цельном виде. Соответственно, свои ароматы оно будет достаточно слабо отдавать. И вот это все можно немножко измельчить. Единственное, я не буду измельчать гвоздику. Вот поэтому я, кстати, взяла... То есть одна палочка корицы показательная, а вторую я взяла как бы более тоненькую, чтобы ее было проще разломать. Значит, мелкий порошок нам не нужен, но чуть-чуть вот это мы подробим. Для этого у меня есть чудо-ступка. Я сюда все это вместе закидываю корицу. Можно корицу... Бывает вот здесь толстенькая она, а бывают тоненькие. Потому что, в принципе, можно даже в ступке ничего не делать, а просто вот так немножко поломать. Так, и буквально чуть-чуть я вот это вот приминаю. Смотрите, что у меня получилось. Фракция все еще крупная, но прям запах вот такой яркий-яркий, аромат чувствуется на всей кухне. Ну, и теперь приступаем непосредственно к приготовлению. Выливаем наше вино в кастрюльку. Кастрюлю мы используем из нержавеющей стали. Можно эмалированную, но помню, что она должна быть целая, без повреждений. И добавляем все наши специи, ставим на небольшой огонь. Да, я забыла упомянуть, что еще нам может понадобиться. Сахар либо мед. То, что вы захотите. Можно сахар, можно мед. На любителя, ну и помним, то, что я сказала в начале, если у нас вино слишком сладкое получилось, тогда добавлять нет смысла. Специи мы засыпали. И сейчас добавляем лимон и или апельсин. Обычно на бутылку сухого вина я беру половинку лимона. Тут есть вариант. Можно порезать дольками, кинуть опять же, отдача всего будет меньше. Но если вас смущает мякоть в итоговом напитке, тогда просто порежьте фрукты тоненькими колечками. Я обычно просто половинку выжимаю сок. И остальное также бросаю туда увариваться. Так же поступаю с апельсином. Если ваше вино, допустим, слишком крепкое, слишком какое-то насыщенное, то тот же апельсин можно сделать большую концентрацию, добавить его больше, чтобы он разбавил опять же ваш лишний спирт, какой-то лишний сахар. То есть с этим можно поиграться. Ну и пропорции вот такие. И гвоздичку я забыла. Все остальное у меня было в ступке. И гвоздичку также кидаю сюда. Я буду использовать мед. Поэтому мед я добавлю в конце. Если используем сахар, то сахар добавляем сразу. Почему? Потому что с температурой вкус меняется. Как я говорила, ощущение кислоты становится сильнее. И поэтому сахар вообще надо добавлять по вкусу. Я рекомендую не придерживаться каких-то стандартных рецептов. Почему? У вас разное вино. У вас разное ощущение сладостей. И честно скажу, что вот, например, когда я в кафе пробовала глинтвейн, мне он не понравился, потому что он был слишком сладкий. Все-таки напиток по сладости должен быть гармоничным. Мы должны там ощущать не только сахар, но и все, что мы туда добавили. Если же мы добавляем мед, то после того, как у нас все прогреется, мы добавим его в конце. Потому что мед при высоких температурах он разрушается. А мы его добавляем, понятно, что для сладостей, но в принципе и для полезности. Нагревается все у нас на малом огне. Мы с вами никуда не спешим. И важно нагреть примерно где-то до 70-80 градусов. Ну, конечно, мы не будем с вами измерять. Надо, чтобы оно было нормально горячее, но не кипящее. О том, что приготовление нашего напитка близится к завершению, говорит вот появление пенки такой. Ну, конечно, мы пробуем в процессе. И ощущается, что напиток стал горячий. Но помним, самое главное, не кипятить. Как только напиток нагрелся, даже видно, что идет такое движение, но на самом деле еще, конечно, не закипает. В принципе, все, мой напиток готов. Можно выключать. Если очень не терпится, можно разливать сразу. Если время позволяет, то, конечно, лучше накрыть крышечкой и дать настояться минут 30, чтобы специи максимально отдали весь свой аромат. Конечно, в таком случае, да, я не сказала об этом вначале. Очень хорошо, если у нас какая-то такая вот посуда, которая хорошо удерживает тепло. Но, с другой стороны, надо будет подогреем еще раз, если для употребления хотим, чтобы напиток был такой нормальный, горячий. Итак, сейчас оставляем на 30-40 минут. Итак, время вышло. И теперь разливаем наш напиток по бокалам, скажем так. Вот такие вот стаканчики. Это стаканы для глинтвейна. Значит, если вдруг так случилось, что он у вас уже остыл и не совсем такой тепленький, не совсем горячий, можно немножко подогреть, чтобы температура была градусов 50-60. Тогда это оптимально, потреблять его именно в таком горячеватом виде. И касательно добавления меда. Вот подогрели последний раз, если есть необходимость, добавили мед по вкусу, размешали и наливаем. Чуть-чуть специи, если нам мешают, можно убрать. Наливаем полный стаканчик. Теперь нам остается только наслаждаться нашим прекрасным напитком. Такой напиток замечательно согревает, прогревает, особенно если вы продрогли. Если вы где-то на природе, в холодное время года, то идеально будет использование даже не вот таких вот кружечек, а что-то типа термокружек, которые позволят сохранить тепло напитку. И, соответственно, напиток сможет потом вас согреть. Напоследок, что еще хочу добавить. Когда напиток нагревается, усвоение алкоголя тоже происходит быстрее. Поэтому, если вдруг вы используете для глинтвейна вино такое достаточно крепкое, разбавьте его. В принципе, даже есть рецепты, где разбавляется водой. Ну, водой все-таки, как-то мне кажется, не очень. А вот соками, мы добавляли пол лимона, пол апельсина, можно даже пакетированный сок, к примеру, частично долить, чтобы снизить дозу алкоголя. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших праздников. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!